Продолжение следует... Детская площадка. Детская площадка носит имя. Колберт Плейграунд. Когда-то я про неё делал видео. Давно уже. Это был солдат, который остался прикрывать во Второй мировой войне. Он остался прикрывать отход своих товарищей. И был убит. И он был родом вот из этого квартала. Отсюда. И в честь него назвали эту детскую площадку. Ну здесь как? Здесь немножко всё подразделено. По возрастам это для детей чуть-чуть побольше. Но тут где-то должны быть таблички, где написано какой возраст детей или рост. Как-то это всё обычно ограничивается. Больше трёх месяцев стояли площадки закрытые. А сейчас их вот открыли. Ну уже кто-то видно погулял. Забыли скакалку или она здесь долго лежала. Ну скажем так, вполне всё поддерживается в работоспособном состоянии. Покрытие мягкое. Вот уже не новое. Но ещё без дыр. И здесь же сделаны лавочки для дедушек, бабушек, для родителей. И просто для пенсионеров. Или просто кто хочет посидеть, отдохнуть. Тут сделаны ещё и скамеечки со столиками. Но алкоголь не разрешается. А, и ещё здесь что есть? Вот это в центре. Этот домик, этот туалет. Там есть часы работы у него. Ну, когда работает площадка, площадка на ночь закрывается. Когда работают площадки, работает туалет. Чистенько там всегда убрано. Бумага есть, в общем, для рук помыть. Ну а здесь, как бы вот в шахматы можно поиграть. Ну, кто-то там. В основном это пенсионеры собираются, старички. Кто-то в карты, кто-то в шахматы. Может быть, кто-то потихонечку и выпивает. Но, честно говоря, я тут как-то пару раз приходил со своими малышами. Не заметил. И ещё вот спортплощадка есть. Значит, баскетбольные кольца. Их снимали в начале карантина. А потом обещали повесить. Но пока ещё я не вижу колец. Значит, их ещё не повесили. Полиция приехала, сняла. Чтобы не играли. Ну, уборки не было грязновато. Наверное, с утра кто-то приедет и уберёт. Так. А здесь для малышей поменьше. Площадка детская. А, вот это юноша, он как раз и уборщик. Вот о чём я говорил. Видите, он убирает. Здесь для малышей поменьше. Тут покрытие помягче. Тут идёшь, как вот прям пружинит. Вот. И тоже здесь расписано всё. Табличек почему-то незаметно. Но обычно они есть. Небольшие фонтанчики для малышей. Тоже что-то чуть-чуть побольше, чуть-чуть поменьше. Ну, вот это для самых маленьких. А сюда уже чуть-чуть постарше. А там ещё постарше. А так, в основном, по-моему, лет до десяти. Может, даже меньше. Не могу точно сказать. Вот, не помню. Вот, качельки. Малышей катать. Тоже разные, видите. Тут малыша можно зафиксировать полностью. Здесь уже повзрослее малыш сидит сам. А здесь такое, как бы, сидение сделано. Вот. Для безопасности. То есть, как бы, всё по уму. Разумно. И даже вот такая... Как типа бревна изогнутого. Покрытие, я уже сказал, мягенькое. То есть, вполне-вполне прилично. А, ну, можно и порисовать на асфальте. Не запрещено. Так. И ещё... В конце площадки. Вот, за баскетбольной. Ага. Значит, четыре кольца здесь было. Ну, будут. Так. Питьевые фонтанчики везде. Значит, питьевая вода отличается. Та, которая в туалете, допустим, для мытья рук. И вот эта, которая для питья предназначена. Они разные. Разная вода по вкусу и по составу своему. Так. Здесь небольшой тренажёрный уголок. Так. Время сейчас. Где-то к восьми часам дело идёт. Ну, вот. Вот площадка для сквоша. Здесь что-то небольшое. Такой газончик. И беговая дорожка. Беговая дорожка. Сейчас посмотрю. Да. Беговая дорожка. Непростой асфальт. Тут какое-то покрытие. Ну, вот. Примерно всё. Вот такая... Вот такая площадка детская и спортивная. Вот. Их немного. Ну, как бы на микрорайон. Вот. И она обычно не переполнена. То есть люди занимаются. Но как-то всегда есть возможность человеку подойти. Ну, и вот школа ещё. И вот иногда бывает видно, что у школьников там футбольное поле большое и площадка. Но иногда и сюда выходят, занимаются, когда тут свободно. Это редко бывает. Значит, вот такая детская площадка. Всё. Спасибо за внимание. Фонтанчик не работает. Ну, это, наверное, в связи с тем, что только вчера площадки открыли. Воду ещё не включили. Значит, здесь тренажёры. Что удивительно, все рабочие. Ничего не сломано. И у каждого тренажёра есть табличка с разъяснением, как им пользоваться. И ссылочка на видео, где можно посмотреть, как это всё делать. Вот это интересно. Вот так вот разумно всё сделано. Вот, видите, ссылочка на видео. Показано, как пользоваться и какие группы мышц работают при тренировке. Вот то же самое. Ну, и меры безопасности. Не дай бог. Вот, видите, вполне пристойно.